Приветствую нас! Знаете, вот у вас есть в тексте, в вашем первом сообщении, больше я не читал, в вашем тексте есть ключевой момент, где вы пишете про поставить мозги на место, помочь вам поставить мозги на место. Я вот подумал, а что это может значить на, например, вашем языке? Что вы хотите этим сказать? То есть ситуация, которую вы описали, она в принципе ясна, она в принципе понятна, но что вы хотели этим сказать? Я подумал, что вы хотели этим сказать только одно. Помогите мне моей инцидурью и помогите мне начать поступать правильно. Помогите мне наступить на свои чувства, зажать их, надавить их и начать действовать грамотно, так как нужно. Мне кажется, что в этом заключается ваш посыл. Вы и помощь психологов рассматриваете, вероятно, именно так, как возможность для себя задавить свои чувства и начать делать так, как мы делали всегда. Ну или типа того. На самом деле, на самом деле, вы отказываетесь от мысли о том, что отношения с вашим текущим мужем не являются рулетворительными. Вы отказываетесь понимать, что созависимые отношения с, значит, бывшим мужем тоже были не просто так, что у этого есть свои причины. Наконец-то отказываетесь принимать тот факт, что поплыли вы поплыли. Не просто так, что поплыли вы только потому, что появилась потребность какая-то, появилось желание какое-то. И это не просто привычка, потому что будь эта привычка, за 5 лет она бы исчезла. Это именно некое желание. Я не уверен, что это желание связано с мужчиной, по поводу которого вы поплыли. Я не уверен, что это желание связано с нынешним мужем, с которым вы сейчас в отношениях. Я уверен, что это желание связано с вами, с чем-то собственным вашим, с чем-то от чего вы бежите. И вот вам необходимо именно с этим разобраться, с тем, что же такое вы чувствуете. Понятно, что вас влечет к мужчине. Это понятно. Ну, по поводу которого вы поплыли. Это понятно, что вас влечет к нему. Но, вопрос заключается в том, что влечение это потребность. И я не уверен, что это потребность чисто сексуальная. Я думаю, что эта потребность в некотором смысле другая. Она несет другой смысл, она имеет другую цель. Какую нужно смотреть? Какую нужно разбираться? На мой взгляд, ситуация заключается именно в этом. Именно в том, что вы игнорируете свои желания. И, как бы, разобравшись с потребностной сферой вашей, вы получили бы хорошую возможность для себя более осознанно формировать свою модель поведения, которое сейчас представляет из себя постоянную борьбу между тем, что хочется и тем, что надо. Итак, между бывшим мужем и нынешним у меня были отношения с женатым мужчиной в течение двух лет. Он мне был помощью и поддержкой, помог мне морально выйти из деструктивных и созависимых отношений с бывшим мужем. Помог. То есть, не вы сами вышли, а мужчина помог. Спас вас. А решили ли вы проблему, ну, по которой вы оказались в созависимых отношениях? Он очень хороший и порядочный человек, как друг, просто замечательный, как муж, наверное, не очень. А откуда вы знаете, что он не очень, как муж? Эм, так, это были для меня временные отношения, ведь я знал, что он женат. Ну, понимаете, такого понятия, как временные отношения, не бывает. То есть, если вы уступили в отношения, то вас не остановил этот факт, что он женат. И это нужно признать. А, тут вы говорите, что это временные отношения, ну, звучит как просто оправдание. Он познакомил меня с женой. Интересно зачем? Мы подружились с ней, наши дети подружили между собой. Я почти каждый день была у них гостяка, очень близко общаясь. Конечно, она же к ним отношения, где она ничего не знала. Странно зачем он познакомил вас со своей женой. Потом я познакомил вас со своим нынешним мужем, и мой друг-любовник, тихо исчез от моей жизни, он сказал, что я всегда могла брать себя с ним за помощь и звонить в любой время. На суток, да, где иногда я делала, он туда приходил на помощь без влечих вопросов. Эм, и вам, я так понимаю, у вас никогда не вызывало подозрения, а то, почему он так вот себя ведет с вами. Несколько дней назад мы случайно виделись мельком, после чего он позвонил, предложил встретиться, пообщаться. Вчера мы встретились с телемашиной, договаривали, он сказал, что любил меня, и сейчас продолжает любить. Знаете, когда мы встречались, он об этом никогда не говорил. Он такой брутальный. Один из тех мужчин, что не говорят, а шьют, не сисюкают. Ну, я думаю, что если разобраться в типажах ваших мужчин, то все станет на свои места. Сказать, он на самом деле любил меня, что потихоньку отошел, поэтому тихо отошел в сторону, чтобы не тщательно строиться мне на счастье с новым людям, когда я вам об этом попросил. А зачем появился сейчас тогда? Странно. Он спрашивал, сейчас ли я в отношениях. Я поплыла, почувствовала запах его руки. Значит, не могу теперь думать ни о чем другом. Что это крутится в голове? Что именно крутится в голове? Правильно ли я это сделал? Что именно вы сделали? Что именно вы сделали? Что делать теперь? Что делать, чтобы что? То есть, как бы, очевидно, что вы с вашим нынешним мужем не удовлетворены. Это очевидно. Сперва нужно делать анализ ваших отношений с мужем, смотреть, что в них вас не устраивает. И после этого, я думаю, уже можно будет говорить более конкретно, о чем идет речь. Вот. Потому что все идет оттуда. Все идет от того, что вы не удовлетворены в своем браке. В своем браке. Вот. Я так полагаю, что вы не чувствуете себя женщиной. Просто. Ну вот. В браке вы себя не чувствуете женщиной. Поэтому. Поэтому. Вас. Поэтому вы и поплыли. Потому что. Мужчина будоразил вас. Вот это вот чувство, что вы женщина. Вы женщина. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Продолжение следует...